Анастасия Редько Она искала его полгода, объехав пол России. И, наконец, они встретились. Почему сын не давал о себе знать и почему сейчас они прячут счастливые лица, расскажет Марина Баль. Я сколько скиталась, я сколько тебя искала. Она искала его полгода. Долгих и мучительных и походы в морг на опознание и поиски в канализационных шахтах сегодня все позади. Сегодня он все равно что воскрес. Вот только их лица показывать нельзя, нельзя называть имена. Он из ополченцев, а там, откуда приехала его мать, сейчас стоят войска нацгвардии. Его разыскивает украинская СБУ, так что смертельная угроза над ними обоими. Разрушенные дома. Убитые сколько мирного населения, сколько выбито. Деток маленьких, сколько убитых. Я 15 часов меня в окопе в холодном продержали, расстрелять, когда я ехала сюда в очередной раз. В свои 64 по следам сына она намотала тысячи километров позади Ростовская область, Краснодарский край, Чечня. Проверяла каждое предположение, где он мог быть, куда, прячась от смерти, уехал. Выйти на мать сам сын не мог. Объясняет, боялся за ее жизнь. Думал, ей так будет лучше, не знать, где он. А мать везде рассылала запросы. И несколько дней назад ей пришел ответ. Сын в Ижевске. Я ехала в никуда. Никого нету, где остановиться, покушать нечего, денег нету. Просто ехала в поезде. Пассажиры, когда я показывала, просила, может быть, кто-то знал, я у проводников спрашивала. Они мне собрали полторы тысячи в вагоне. В Ижевске таксист бесплатно привез ее в хостел. А сотрудницы гостиницы не только денег с бабушке не взяли, но и помогли связаться с миграционной службой. И получить самый долгожданный в ее жизни ответ. Я позвонила, и нам очень быстро, нас координировали, кого, куда, и буквально за полчаса нам сказали, что с сыном все хорошо, что он работает, и он сегодня уже видит с мамой. В миграционной службе сегодня говорят, в Удмуртию было семь заездов с беженцами. Но такая история первая. Сейчас все вопросы с размещением и трудоустройством беженцев решаются в рабочем порядке. Уже 1077 граждан Украины получили разрешение на временное убежище. Данные граждане практически все получили статусы на территории Удмуртской республики. И периодически кто-то выезжает в другие субъекты уже с имеющимся статусом. Кто-то трудоустроился здесь, в Удмуртской республике. Работает, живет. Сегодня ее сын в Ижевске тоже работает. У него есть крыша над головой, фирма помогла с жильем. И он теперь уговаривает маму переехать в Россию и здесь начать новую жизнь. Марина Баль, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Хвойных браконьеров начнут ловить в Удмуртии. В республике стартует предновогодняя операция «Ель». Черных браконьеров будут искать на загородных трассах. Там лесничие вместе с сотрудниками дорожной полиции выставят передвижные посты. В этом году незаконно срубленное дерево обойдется недешево. С августа штрафы выросли вдвое. Одна елочка примерно это где-то порядка тысячи рублей ущерб. То есть сами посчитайте, если более пяти елочек, это более пяти тысяч, то это уже соответственно наступает в уголовную ответственность. То есть проще сходить на елочный базар, приобрести елочку там рублей за 300-400 и не портить праздник не себе, так скажем, не близким. Более серьезное наказание для юридических лиц сумма штрафа выросла до 300 тысяч рублей. Пока лесничие не зафиксировали ни одного случая незаконной заготовки крупных партий хвойных деревьев, зато в прошлом году в ходе предновогодних рейдов было выявлено 7 фактов незаконной вырубки ели. Нелегалам пришлось возместить ущерб в 19,5 тысяч рублей. На Каме начали сооружать ледяные переправы, как и прежде их будет 4. Две свяжут Камбарку и Тарасово, другая – Южный порт и Ершовку, и четвертый ледяной переход появится между Камой и Соколовкой. Традиционно мы ледовую переправу в данном месте, в данном районе, мы открываем в последней декаде декабря. Но если погода будет стоять недельку-другую, мы, может быть, даже пораньше в этом году будем открывать ледовую переправу. Пока толщина льда на середине реки всего 10 сантиметров, этого недостаточно, объясняют специалисты, чтобы открыть переправу. Ледяной нас должен быть не тоньше 24 сантиметров. А для того, чтобы разрешить по ней передвигаться большегрузом и автобусом, Камбарка должна промерзнуть на полметра. Морозов очень ждали и жители деревни Чепаниха, это Завьяловский район Удмуртия. Только зимой там можно нормально ездить по дорогам. Впрочем, дороги – не главная беда населенного пункта. Подробности в следующем материале. Нормальная жизнь в деревне Чепаниха начинается с приходом зимы. Подмерзают дороги, а главное – встает глиняная речная насыпь. Ее каждую весну уносит большая вода. Продавцу местного магазинчика Валентине тогда приходится на работу ходить в обход полями, а машины с товаром встречать на въезде в деревню. Приходится таскать на себе весь товар, хлеб, каждое утро, через день. Ну, как сказать, шоферов жалею, машины напрямую идут, а хотим же есть свежий хлеб. В итоге, через день приходится дождь, снег вот это, перегружаешь мешки и носим на себе. Почти у каждого дома трактор. Ездить по деревне в Распутицу можно только на тяжелой технике. На ней же заготавливают дрова. Газа в Чепанихе нет. Но жители готовы топить дома по старинке. А вот водопровод очень нужен. Вода – главная проблема у деревенских. Вот у нас тут колодец на несколько хозяйств. Зимой как бы вода приходит, но к весне она уже уходит. Заканчивается здесь вода. Сейчас вот она пока чистая, а когда ее мало уже встает, она вообще мутно встает. Летом мы ходим полоскаться на речку. Местные администрации честно признаются – цивилизация в Чепаниху вряд ли придет. Глава говорит, что требуется 2 миллиона 200. Нет таких средств в нашем бюджете. И район нам не выделяет. Получается вопрос висит в воздухе. Население там 130. Он говорит, если резон тратить такие деньги, если так мало населения там проживает. Впрочем, местные чиновники еще два года назад просили поддержки райцентра. Но там почему-то даже не предприняли попытки получить от республики хоть какую-то финансовую помощь для Чепанихи. Это письменно подтвердили в Минстрое республики. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета Удмуртской республики, формируется по предложениям администрации Завьяловского района, которые определяют очередное строительство объектов. Проектно-сметная документация на строительство водопроводов и газопроводов в деревне Чепаниха отсутствует. Может хоть немного подбодрить жителей Чепанихи и обещание местных властей наладить дорогу в планах администрации в следующем году укрепить плотину землей, а улицы оцепить гравием. Деньги на эти работы, заверили чиновники, есть. А вот как управлял Глазовым городничий Петр Чайковский, это дед великого композитора и справлялся с Большим Камско-Воткинским заводом его отец, можно узнать из документов. Сотрудники республиканского архива накануне юбилея композитора издали сборник документов, посвященный родословной Чайковских. Всего в архивах Удмуртии сейчас хранится около 500 источников, связанных с этим знаменитым семейством. Это рапорты, предписания, сообщения и, конечно же, самый уникальный документ – запись о рождении Пети Чайковского. Это метрическая запись о его рождении. Уникальность этого документа подтверждена на федеральном уровне. Он единственный из состава архивного фонда Удмуртской республики. Архивный фонд у нас содержит более трех миллионов дел. Включен в государственный реестр уникальных документов Российской Федерации. То есть он признан уникальным на федеральном уровне. Основная часть документов оцифрована и теперь с ними можно знакомиться через интернет. Увидеть же вживую уникальные документы выпадают очень редко, но в преддверии юбилея для журналистов сделали исключение. Документы на короткое время вынули из сейфа, а после снова вернули в спецхранилище. Под музыку из имени Чайковского Удмуртия будет жить весь следующий год. Впрочем, не только наша республика. 2015 объявлен годом Удмуртии в Москве как раз по случаю 175-летия великого композитора. Праздновать такую дату только одним регионом было бы неправильно, так объяснил решение глава Удмуртии. Официально год Удмуртии откроется 7 декабря в Кремлевском дворце и выступать там будут наши лучшие коллективы. Они уже пакуют чемоданы. Это вести надо очень аккуратно. Нет, конечно, это упаковывать надо очень аккуратно. Все разбирается? Разбирается все. Это же сколько сумок-то будет в артистах? Много. Но то и мы артисты. Мы же должны показать костюмы и танцы нашу. У артистов театра Айкай чемоданное настроение. Уже завтра они выезжают в столицу. Им предстоит открывать концерт, посвященный году Удмуртии в Москве. Багажа много. Одних костюмов с десяток неподъемных сумок. Вместе с нарядами в Москву везут исконно Удмуртские песни и танцы. Сегодня до последнего отрабатывали детали. На каждый концерт мы готовимся как будто в Москву. Потому что по-другому не получается. Тем более в наше время, когда эпоха интернета. И если мы не будем работать для периферии отдельно, а для Москвы отдельно, это тоже не вариант. Вместе с Айкаем на московской сцене выступят их коллеги из «Эталмаса». Ансамбль кризистов из Воткинска. Бурановским бабушкам подпоет Мирей Матье. Соло исполнят Валентина Пудова, Надежда Уткина, Светлана Ручкина. Одним из самых оригинальных обещает быть выступление Богдана Анфиногенова, который недавно выпустил первый видеоролик на узмуртскоязычный рэп. В перерывах между занятиями к поездке готовится Ирина Петрова, финалистка проекта «Голос дети». Времени в обрез, признается, репетировать приходится даже по дороге в школу. На сцену Арина выйдет не одна, а с целым вокальным спецназом. К нам приезжал московский режиссер, и я показала две песни. И он выбрал вот эту именно песню «Лити-берышко». У него сразу появилось такое воображение, что надо поставить казачий хор. Вот, и поэтому в московском Кремле я буду выступать с «Лити-берышко» с казачьим хором. Все билеты на концерт, а их более четырех тысяч, уже распределены. Знакомиться с культурой Удмуртии будут главы других республики краев, депутаты Госдумы и иностранные дипломаты. Кроме культурной привлекательности нашего края, москвичам и иностранцам расскажут и экономической составляющей региона. Сформировать положительный имидж республики, сделать ее более привлекательной для инвестиций и бизнеса – одна из основных целей этого проекта. Анна Ковырзина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». И на этом все. До встречи.